здарова народ сегодня поговорим про пк в мир м не самая интересная тема понимаю так как особых причин становиться пкшником в этой игре просто нет хотя нет одна все же найдется пожалуй для того чтобы закрывать журнал приключений нужно будет прокачивать репутацию с нпс так вот некоторые из них принимают подарки лишь от злодеев если вы решите заморочиться то придется стать пкшником вряд чего еще тут убивать игроков не знаю даже темная сталь боссы находятся в опасных зонах для штрафов за килл и нет оба загнать свою карму в минуса это надо постараться хотя причины у всех могут найти свои лично неприязнь мало места на споте фарма ну и так далее в основном я думаю люди становятся пока в мир м чисто по случайности когда просто забывают сменить по статус выходя из опасных зон в обычная и оставляют персонажа фармить воевка на затем приходит через пару часиков и видят что карма минус 48 тысяч да так вот и случилось с моим твинком такой персонаж становится мягко говоря не очень играбельно ну во первых стражи в городах начинают вас на таковать и если убьет то потеряете 5 процентов от вашего опыта так что после смерти нужно будет возрождаться в деревне красного камня это такое небольшое поселение для злодеев также если вас убьют в обычной зоне другие игроки то вы будете терять опять же по 5 процентов опыта за смерть в опасных же зонах вам подобного штрафа нет если вы загнали карму максимальные минуса на ранних уровнях ну скажем до 27 и не донатили то наверное аризоне все будет просто удалить персонажа и вкачать на автоквестинге нового это наверно будет быстрее чем отмываться пока да и никакой мороки в остальных же случаях нам придется обратно повышать нашу карму как это делается в принципе при обучении нам всем показывали этот момент где указано что нужно убивать мол но есть небольшая загвоздка мобов нужно убивать не просто там абы каких а примерно равного вам уровня в разбросе плюс минус 5 допустим если ваш левел 40 плюс и ваш персонаж не одетый твинг с низким гс то ковырять равных мобов уже не просто а когда мы заходим в таблицу репутации и видим штраф на минус 30 вашего урона дебаф на плюс 30 входящего урона и замечаем что банки восстанавливают на 80 процентов меньше ну такая задача может занять очень и очень много времени а для кого-то и вовсе станет невыполнимый так как ваш чарик становится просто никчемным бойцом и с мобами даже на несколько уровней ниже махаться довольно сложно как я решил данный вопрос принципе все довольно банально и просто но вам нужен второй персонаж это может стать проблемой для тех кто играет с мобильным устройством так как насколько я понял там нет такой возможности как на компе запускать два окна в таком случае вам нужно попросить помощи ваших друзей или сакланов когда же вы играете с пк то твинг просто необходим и если у вас его до сих пор нет то пора бы им обзавестись и так значит берем своего пока в пати находим спот в опасной зоне с мобами плюс минус 5 уровней ну и включаем автобой на моем твинке маги я вообще просто стояла fk чтобы мобов не агрить так как на автобой ему прилетала довольно сильный он попросту не успевал отхиливаться кстати могу посоветовать спот для персонажей в районе плюс минус 40 уровня в змеиные долине на северо-западе есть небольшой тупичок с красными змеями это слабые мобы 39 уровня за одного такого крипа добавляется около 15 репутации примерно за час фк фарма получилось отмыть в районе 10 тысяч репа так что на этом споте вам понадобится всего около пяти часов чтобы полностью выйти из минусов ну или вы можете оставить вашего пока персонажа в опасной зоне в точке где они достают крипы а сами переберитесь на какой-то другой спот рядом с более сильными мобами за них будет даваться больше репутации главное не отходите слишком далеко чтобы ваш твинг получал опыт и репу да сейчас вот на монтаже еще вспомнил что в небольшом радиусе вокруг обелиска телепортации есть сейф-зона где вас не могут атаковать так что можно попробовать оставлять вашего пока там а другим чаром искать мобов рядом к сожалению я уже отмыл карму и проверить этот способ не могу работает ли сейф-зона для пока или нет еще раз повторяю мы оставляем персонажа в сейф-зоне или опасной зоне потому что если его убьют игроки и в локации которые называются обычная он потеряет 5 процентов опыта да в этом способе нет ничего хитрого уникального но теперь вы будете примерно представлять где и как это сделать и сколько это может примерно занять вашего времени ладно пожалуй это все на сегодня спасибо что заглянули удачи